У нас ребята разные, и россияне приезжали сами, которые сами приезжали, просто приехал еще. Никто его никуда не посылал, он просто сам приехал. И были ребята афганцы у нас тоже, и вот в Чечне пацаны были, которые воевали в Чечне, они приезжали к нам и тоже. И вот все говорят как один. Война на Донбассе совершенно другая, чем в Чечне, чем в Афгане. Да, там у них горы, у нас здесь равнины, здесь другая тактика, совершенно другое все. Это да. Конечно, война возобновится по-любому, она не может стоять на одном месте. Тут уже надо либо вперед, либо назад идти. Нам назад уже некуда, мы и так на своей земле. Так что нам придется идти по-любому только вперед. Украинская армия сейчас больше применяет беспилотников, как по сбрасыванию гранат даже, заряду. Потому что есть, были случаи, когда подлетали и сбрасывали над нашими позициями. К сожалению, нас еще не хватает техники, которая умеет глушить эти беспилоты. Нет, она есть, не спорю, но она еще не стоит на одном месте, модификации идут новые. Было бы хорошо, если бы у нас тоже появились такие глушилочки. Они себя вели очень так, раскованно так. А мы просто сидели и терпели. Но это же не всегда, сколько аж можно. Да, некоторым частям разрешили давать просто ответки. Не особо так массово, а ответки давать. И это хорошо. Помогло, кстати, хорошо. Раньше даже часть макеевки, слышно даже, гражданские говорили, что вот обстрелы, вот обстрелы, вот обстрелы. Сидим на позициях, слышно, где, на каких позициях, по каким позициям идет обстрел. Вот. Когда наши начали давать, понемножку начали давать ответочку. Все, это все угомонилось. Ну, значит, попалось нам два человека, попалось. Вот. Один лейтенант, один рядовой, срочник. У него была СВДшка. Ну, это под Луганском. Под Луганском. Я не говорю, где именно. Вот. Летел самолет, ихний. Самолет сбили, парашют. Нас послали просто разведать, узнать, где поймать его. Его мы самого не нашли, но нашли двоих других. Вот. Офицер, лейтенант и рядовой. Значит, когда мы привели, ну, привели немножко, ну, был ранен в мягкое место, скажем так, офицер. На Молдове говорим, так ты еще и снайпер. Он не, я не стрелял. Я тик и носил. Я не стрелял. Вот. И что характерно, Лязань берет их телефоны, говорит, набирает номера командиров и ставит на громкую связь. Говорит, здравствуйте, так и так, ваши бойцы, такой-то, такой-то попал в плен там-то, там-то. И, что характерно, они отвечают, у нас такого нет. Многие говорят, вы слышали? От вас уже отказались. Набираем родители их. Мама одного бойца молодого говорит, что, что вы мне рассказываете, он у меня вообще в Днепре служит. Какой плен? А офицер, мама говорит, что, куда приехать, сколько денег привезти, я его выкуплю, все. И потом его слова были, я просто запомнилась. Его слова были такие, что, мама, я понял, что я не за ту сторону воюю. Это были его слова. Должно что-то быть. Стоять на месте мы не будем, сдаваться. Вообще тоже это вообще, это даже не рассматривается, сдача территории и вообще. Не за это мы брали автоматы в руки, чтобы потом сдаваться. И очень хочется вернуть. Я не говорю, что мы пойдем там на Киев. Пускай они там сами свои каши варятся. Нам, как я считаю, надо свои территории взять. Та, которая действительно наша территория. Донецкая область. Луганская Донецкая область. Наша территория. То есть Донецкая область. Это по Красный Лиман. Дальше идет Харьковская область. Дойдем до Красного Лимана. Это наша территория. Если Харьков захочет присоединиться, не вопрос. Пускай поднимают тоже свои, как говорится, парней. Захотят, попросят, поможем. Субтитры создавал DimaTorzok